Привет, друг! Я уверена, в ближайшем будущем ты обязательно доберешься до нашей российской Ниццы под названием Геленджик, например, следующим летом. Так вот, когда это случится, чтобы ты провел свое время там максимально вкусно, смотри этот выпуск до конца, и тогда ты будешь точно вооружен списком из самых классных кофеин этого курорта. Это понаехавший влог Яна Алексеева. Погнали! Я думаю, нужно здесь сказать, что есть моменты, которые мне, например, не очень понравились. И это была просто фантастическая воронка из Индонезии. Это второй кофе в Геленджике, в этом заезде, который прям вау! Сзади меня через дорогу сейчас одна из самых популярных, наверное, кофейных сетей в стране. Это серф-кофе. Ребята, за несколько лет разрослись настолько, что проникли даже на Дальний Восток. Но сейчас мы находимся в Геленджике. Здесь представительство одно заведение серф-кофе тоже есть. В Москве я их постоянно обходила, однако здесь задалась вопросом, почему. Первый же день, когда я сюда пришла, мне заварил, как оказалось позже, шеф-бариста воронку из Индонезии. Я так понимаю, ребята обжаривают свои зерна сами. И это была просто фантастическая воронка из Индонезии с ароматом вяленых яблок. И он был настолько ярким, что первый глоток, к сожалению, после того, как я ходила сюда еще раз, другие баристы приготовить также эту же Индонезию не смогли. Было больше горечи, меньше ароматики. В общем, в следующие разы я немножко разочаровалась. В поиске дрип-пакетов тоже покупала здесь упаковку, но она оказалась февральской. Это мне надо было раньше смотреть на дату, и это зерно тоже не произвело никакого впечатления на меня. Но в общем и целом это стабильное заведение. Здесь постоянно тусит толпа. Здесь лично у меня сложилось даже такое впечатление, что это немножко такое модненькое местечко, куда приходят все абсолютно подряд, особенно с утра. Здесь плотная засадка где-то до 11 часов утра. Так что имейте это в виду, но кофеек в принципе, в принципе, в принципе, неплохой. Весьма интересно Зоши. Сейчас позади меня кофейня, которая называется довольно интересно. Зоши Провокация. Ребята открылись не так уж и давно, где-то около месяца назад, поэтому далеко даже не все местные знают об этом заведении. Даже те местные, которые работают в мире кофе, тоже от меня послышали об этом вместе впервые. В общем, ребята открылись не так уж и давно. Готовят они кофе на зерне от Силки Драм. Это обалденное сочное зерно, всегда дающее интересный вкусовой опыт. Однако есть моменты, которые мне, например, не очень понравились. Это, во-первых, здесь не делают ворона. Здесь есть вариант фильтр кофе, либо вариант, который приготовлен в кофемашине. Но не мне, ребят, судить. Как бы это их кофейная карта. Просто когда ты пробовал каких-то ребят в одном варианте, ты хочешь, конечно, их повторить снова. Фильтр кофе девчонки делают стабильно, хорошо. Но вот у меня главный вопрос – это к меню этого заведения, потому что за те цены, которые они предлагают, хочется получить какой-то полноценный вкусовой опыт. Все рецепты основаны на бельгийских вафлях. Есть, например, бельгийская вафля, которая несладкая и подразумевает под собой что-то подобное, типа вот яйцо, албинит. Я думаю, многие из вас знают этот рецепт. И даже если не использовать знаменитого соуса, который используется в этом рецепте, то блюдо всегда все равно получается очень вкусным. Однако здесь почему-то ребята решили разделить этот рецепт на два. И у тебя либо бельгийские вафли с яйцом пашот, которые являются достаточно пресными, авокадо, то есть нет никакой яркой ноты, либо это бельгийские вафли с лососем на, по-моему, сырной подложке. Вот с лососем они, конечно, нормальные, потому что лосось сам по себе в любом практически подобном блюде вкусен. А вот первый вариант – ты думаешь, блин, тут же явно не хватает ингредиентов. Поэтому я думаю, что со временем здесь все адаптируется, наладится. Девчонки продолжат готовить просто чумовой фильтр кофе и доработать немного меню, чтобы оно стало более разнообразным, полноценным, сбалансированным и действительно удивлял своим вкусовым опытом. Что касается всего остального, для тех, кто в Москве привык ходить по хорошим кофейням, здесь будет вполне комфортно. Здесь очень похожие цены на наши московские и такой выдержанный, лаконичный, очень красивый интерьер, который можно бесконечно фотографировать. Как минимум один раз зайти сюда абсолютно точно стоит. И, кстати говоря, благодаря тому, что эта кофейня сотрудничает с Силки Драм, как я уже говорила, у них есть возможность купить дрип-пакеты. И мы брали здесь дрип-пакеты Силки Драм, и это было очень вкусно. Дома мы, конечно, достаточно долго наслаждались ароматным, свежим, вкусным напитком. Поэтому рекомендую. Элефант, если верить надписи на дверях, одна из старейших кофейни Геленджика. Существует она здесь уже 15 лет, и, соответственно, видела много всяких видов и сортов кофе. Однако с появлением спешлти индустрии, конечно же, подхватила всю эту историю. Здесь есть спешлти кофе. И при всем том, что Элефант включает в себя не только это заведение, но еще два, это Naked Coffee, о котором я не перестану снимать, мне кажется, никогда. За все свои визиты в Геленджик они есть в этом выпуске. И даже вот в этом выпуске Naked Coffee тоже есть. Однако только в этом году я узнала, что есть еще вот Элефант и кофе-кошка Мендельштам. А здесь больше такая не кофейня, а лавка. Здесь вот посидеть можно только вот за этими розовыми столиками на улице, либо внутри один стоит столик в плохую погоду. Остальное – это больше такое заведение формата кофейно-чайного магазина. Здесь продается много крафтового шоколада очень прикольного. Но при этом есть возможность унести с собой чашечку фильтр кофе. Причем несколько раз я брала здесь фильтр. И фильтр, хочу вам сказать, стабильно, одинаково, очень хороший. Это второй кофе в Геленджике в этом заезде, который прям вау. Привкус такой черной смородины тебя не покидает на протяжении всей чашки. И это хорошо. Поэтому пробуйте. И, кстати говоря, здесь в этой кофейне есть возможность завести приложение. Девчонки там на кассах все прекрасно рассказывают. И тогда вы копите скидку во всех этих трех кофейнях. Имейте это в виду. Ну и зерна здесь тоже купить можно. Ребят, ну, конечно же, какой кофейный выпуск без розыгрыша самого кофе? Я знаю, вы очень любите именно эти розыгрыши. Поэтому попросила ребят из Котта Фэмили Групп. Они предоставили целых три пакета своего фирменного зерна. А это значит, что шансов выиграть у вас становится гораздо больше. Это зерно знакомо поклонникам сети Котта Фэмили Групп. Это три кофейни Геленджика, Некет Кофе, Элефант. И сейчас вот мы как раз находимся в кошке кофе Мендельштам. А также его узнают те, кто знаком с московским обжарщиком Рокетс Кофе. Это зерно из Бразилии. Ферма Минус Джерас. Упаковано 23-го. Я вижу здесь 0,8-го. Это значит, что оно совершенно свежее. Во вкусе будет много шоколада, орехов и карамели. Кому-то узнается макадамия. В общем, если вы фанаты такого кофе, обязательно участвуйте в этом розыгрыше. Обжарка здесь средняя. Значит, его можно будет приготовить в турке, в чашке заварить, либо в кофемашине. Кстати, еще помимо кофе я разыграю три фирменных открытки. Они очень классные. Кто смотрел мой инстаграм, знает, что с этого сезона я начинаю их коллекционировать специально для вас. Так, в общем, для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, всего, что требуется, вы, как всегда, правила уже знаете, это оставить комментарий под этим видео абсолютно любой. А через две недели я разыграю его здесь, на своем канале, в прямом эфире. Пока вы пишите комментарии, мы давайте погнали уже дальше. Я думаю, нужно здесь сказать, обязательно ставить 5 копеек, потому что в Москве есть кофейное приложение, которое называется Coffee Map. Это карта, на которой показаны всевозможные кофейни Москвы, в которых готовятся хорошие, качественные спешлти кофе. Насколько хороший, решает сам посетитель, потому что рейтингов в этом приложении нет. И вообще, в принципе, концепция сообщества кофейного говорит о том, что не нужно строить свои какие-то впечатления на основе впечатлений какого-то другого человека, или группы людей, или какого-то кофейного эксперта. Неважно, то есть не имеет абсолютно значения, кто что там сказал. Имеет значение только твой собственный вкус, и для этого ты сам должен ходить и пробовать всевозможный кофе в различных локациях. Так вот, в 7 утра ездят просто какие-то грузовики. Так вот, здесь, в Геленджике, и вообще, в принципе, в Краснодарском крае, как оказалось, очень много местных обжарщиков. И их не упомянуть я просто не имею права. Поэтому дальше я расскажу немного, что тут по местным. В новом микрорайоне Черноморец я нашла целых две классных кофейни, которые абсолютно точно заслуживают внимания. Первая из них — это вот здесь вот булевард. Крымская, 22, корпус 14. Я, на самом деле, за этих ребят держу вот так вот пальцы крестиком. Я так понимаю, дела тут мне супер насыщены клиентами, потому что, в принципе, район новый, он не очень заселён. Здесь не такое уж большое количество посетителей. Но при этом ребята очень любят то, что они делают. И самое, что интересное, что делают они на основе зерна, который обжаривается здесь же, в Геленджике. А вот само зерно я нашла позже, и продаётся оно в магазине здоровой еды «Киви». Здесь же из этого зерна варят разные вариации кофе, но самый почётный напиток среди местных баристов — это эспрессо. Заправляет обжаркой, да и самим магазином «Геворг». Вот он, кстати. Знакомьтесь. Сейчас вы видите, как «Геворг» доводит до идеала чашку эспрессо, которая позже разделит мою жизнь на «до» и «после». Чтобы почувствовать всю соль приготовления, он дал мне даже покрутить кофемолку. Очень приятный процесс, если кому-то интересно. Чашка. Это же интересно. Ой! Вот, хорошо. Есть. Подают кофе с собой здесь в специальных фирменных стаканчиках с авторским изображением, которые сделаны без внутренней плёнки, от чего становятся более экологичным. И многие посетители за два часа моего присутствия в кофейне отметили, что в этих стаканчиках не чувствуется привкуса бумаги. Я из стаканчиков кофе не пила, мне наливали в керамическую кружку, и скажу, что несмотря на отсутствие у ребят в инстаграме привычного кофейного, такого лаконичного, минималистичного стиля, однажды попробовав здесь хорошо приготовленный Геворгом эспрессо, я навсегда и бесповоротно полюбила этот напиток. Добро кофе — одна из кофейн, которая вызывала во мне самый настоящий скептиз. Смотрите, флаги вот такие вот с пометками «Добро» рассованы тут практически по всей территории. Для меня это первый знак, что кофейня такая пафосная, раскрученная. Потом здесь наши друзья, которые жили недалеко, ходили в эту кофейню, говорили, что она неплохая. Хотя эти друзья оценили больше крафтового пива, нежели спешлти кофе, однако всё равно вот им понравился. От них услышала, подумала, ладно, посмотрим. Зашла в Инстаграм. Следующая моя неожиданность — кофейня такого брутального формата. Инстаграм, в общем, там какие дядьки крепкие бородатые, как будто бы не про кофейню рассказывают, а про барбершоп. Однако очень много внимания там было в Инстаграме уделено чемпионатам, бариста, спешлти кофе. Я подумала, что всё-таки стоит зайти сюда, и, в общем, зашла. И оказалось, что не зря, потому что в этом месте делают не воронку, но кемикс заваривают. И здесь это, в общем, франшиза Благовещенской кофейни. То есть зерно для сети кофеен по этой франшизе обжаривают в Благовещенске, на Дальнем Востоке. И это очень прикольно, интересно. В общем, попробовала я их зерно, их кемикс, и это было насыщенно. Это было много ягодок. Они раскрывались, причём постепенно. Долгоиграющий был такой вкус, аромат. Для меня эта кофейня была таким неожиданным открытием, и в ней же впервые я увидела, что можно взять бесплатно открытки. Одну из которых я добавлю в свой призовой набор. Здесь же, причём в этом месте, я очень долго разговаривала, сидела с баристом, он мне рассказал про все кофейни, которые он знает. В этом городе, как оказалось, я знаю даже чутка больше. Но что самое главное, что здесь я узнала о том, что, конечно, в Геленджике сообщество Specialty Coffee, оно существует, оно дружит, оно объединяется, оно растёт, развивается вместе, и это, конечно же, очень здорово. Так что, время учиться пить вкусный кофе. Ещё одна классная кофейня, которую я обнаружила в самый последний день нашего пребывания в Геленджике – море кофе. Она тоже находится в ЖК Черноморец, и это ещё один залёт в самое сердце. Во-первых, я припёрлась за полчаса до открытия, так как с 5 утра в том районе встречала рассвет. Как только Бориста увидела меня заглядывающей в окна, тут же открыла кофейню и начала свою работу. За это отдельная ей благодарность. Во-вторых, здесь наливают кофе в керамические чашки, в Геленджике это почему-то редкость. В-третьих, здесь есть полноценные завтраки, которые очень похожи на то, что привыкли есть избалованные по наехавшей москали. И в-четвёртых, здесь готовят совершенно разнообразные вариации кофе на зерне от Vewelder Caterine и Tasty Coffee. В это утро у меня была воронка на Колумбии и фильтр на Бурунде. Пусть мои ощущения останутся для тебя интригой. Сори, друг, я, как обычно, не смогла записать толковую концовку, поэтому сообщу закадровым голосом, чтобы ты не забывал про розыгрыш среди тех, кто оставит комментарий под этим видео. Итоги подведу через две недели в прямом эфире. Подписывайся на мой канал и жми колокольца, чтобы не пропустить следующие выпуски, там я заготовила массу интересностей для тебя. Благодарю, что провёл этот день со мной, и увидимся в следующих выпусках. Это Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока. Так что, если хотите отведать парк... Благодарю. Благодарю. Подписывайтесь на мой канал.